Хотелось бы узнать путь, который вы проделали. Ну, у нас была, да, такая красивая история запуска. Мы не потратили ни одного рубля. Ну, чё ты ерундой, ты хернёй страдаешь? И мы сразу у себя докручивали там вебинары. Что вас побудило тогда прийти в акселератор? Взвешивай, птичка, взвешивай. Молодость, красота и здоровье, если не ошибаюсь. Прибыль, рентабельность и стабильный доход. А-а-а, всё понятно. Ну что ж, друзья, в нашей студии уже появился Юлия Овчаренко. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия, и прежде чем мы перейдём к общению по поводу вашей ниши, да, это молодость, красота и здоровье, если я ошибаюсь, хотелось бы узнать путь, который вы проделали до того, как пришли в онлайн-образование. Ну, у меня такой достаточно длинный и сложный путь, никак не связанный с онлайн-образованием. То есть я сама врач по специальности. И вследствие экономической ситуации в нашей стране, после окончания я не могла работать врачом вследствие, ну, низкой зарплаты, короче, не на что жить было. И я пошла работать управляющей в медицинский центр частный, а потом вообще по директорам, по персоналу уже вообще не в медицину. Но это было связано чисто с экономическими соображениями. А потом переехала в Москву и устроилась компанию дистрибьюторскую «Таласк косметики» французской. В этой компании мы, собственно, познакомились вот с экспертом, моим партнёром, с которым мы сейчас работаем. Но идея вообще онлайн же у меня была, потому что я считаю, что за этим вообще будущее, за онлайн любимыми бизнесами, а образование, ну, тем более. Как давно запустилась онлайн-школа ваша? Нашему проекту весной будет два года. А сколько вы на запуск школы потратили? Ну, у нас была, да, такая красивая история запуска. Мы не потратили ни одного рубля. Правда? То есть вообще, да. Как так получилось? Потому что кто-то у нас тратит ресурсы, там, в размере 150-190 тысяч рублей, потому что он условно привлекает сторонних исполнителей. В любом случае приходится тратиться даже на трафик, на таргет. Несмотря на то, что есть даже эксперты, у которых есть своя аудитория. В чём ваш секрет успеха? Ну, мы на тот момент ещё вообще не знаем, что такое лендинг, трафик. То есть вот мы, ну, скажем, вообще были зелёные просто. Записывайтесь на наш бесплатный вебинар. В чём секрет успеха? Ну, моя эксперт, просто на неё вот смотришь и хочется быть такой же. Ну, то есть, наверное, харизма, какая-то внутренняя вот энергия. Она своим всем видом, образом жизни, она демонстрирует то, что говорит, да. Ей доверяют и сразу хочется быть такой же. Ну, это не совсем такой точный ответ. Нет, я ещё, я просто продолжаю вам рассказывать, что она в закрытой группе в Фейсбуке выложила пост. Ну, из разряда не столько-то лет, да, я вот такая-такая-то. Что бы вам было интересно или вообще интересно бы вам было, ну, вот узнать, да. И там, получается, под этим постом мы собрали, в общем-то, чаяние целевой аудитории. Ну, так получилось. Все и начали писать, что ей интересно там, да, смониторили. И записали первое с ней видео. Это было там на планшете, коробка на коробке там и так далее. Она жила в Таиланде, я в Москве. А первая даже мы вообще, по-моему, со скайпа записывали, запись экрана. И запустили первый вот в этой закрытой группе. И, ну, поняли, что там вообще народ там в аншлаге. И мы заинтересованных собрали просто в свою закрытую группу для изучения дальше. И вот так мы вот этими роликами на YouTube мы ещё выложили. Мы вот, ну, как бы прогревали, да, аудиторию, как бы сейчас по-умному сказанию. А потом пригласили на вебинар. И при том, ну, без, ну, то есть мы не вкладывали тогда в рекламу. Был из ресурса только планшет, на котором проводили вебинар. И то есть когда начали регистрироваться, мы уже смотрим, что тысяча человек, полторы тысячи человек зарегистрированы на этот вебинар. Мы, конечно, очень сильно боялись, потому что, ну, боялись именно ошибиться, там, не провести или сбоев каких-то. А закрытая группа, вот, которая получила первый ваш месседж, это была ваша группа? Наша. А, нет, первая, это не наша. А она была посвящена здоровую? Ну, да, они были там схожие. Это называется группа про молодость, они до сих пор существуют. Вы нашли группу, которая схожа по вашей тематике, разместили там объявления, ну, опрос, вот, и дальше уже начали с этим работать. То есть размещение объявлений было бесплатно, правильно? Ну, это просто тоже было на связях, скажем так, с этой группой, то есть на хороших отношениях. Это было до вашего обучения в акселераторе? Ой, задолго до. Задолго до. Я только осенью, вот я только с октября. Что вас побудило тогда прийти в акселератор, если у вас уже есть такие сравнительно высокие успехи? Ну, в акселератор я хотела прийти для того, чтобы максимально структурировать, автоматизировать и, ну, подняться еще выше. А как вы узнали, познакомились с акселератором вообще? Я на конференциях трансформации. Ходить на форумы, друзья. Может, полезный нетворкинг вам подарить и, конечно же, дальнейший толчок для вашего роста. У меня такой вопрос. Сколько стоило для вас обучение в акселераторе? Ну, я взяла бы дорогой пакет. Я уже могла себе это позвозить. Ну, у нас совершенно открыто делится информация. Ну, там же 400, что ли. 400 тысяч рублей, друзья, СВ. С высоты вот прошедшего времени после обучения в акселераторе вы считаете, что эти деньги потрачены не зря? Ну, я на самом деле их уже в первом, в втором месяце сдал. Ну, то есть я как бы взяла там 200 тысяч и заплатила, 200 в кредиты уже. Ну, нету кредита. Естественно, мы уже на вводных уроках, мы уже удвоили нашу выручку. Ну, и дальше еще больше. Обучение послужило хорошим, скажем так, мотиватором, то есть для того, чтобы вы удвоили свою прибыль. То есть те инструменты, которые вы получили, они рабочие. Ну, что касается обучения, мне кажется, сейчас столько информации, притом бесплатной, да? Ну, даже вот мы ведем, мы говорим, ну, масса бесплатной информации. Любой человек, кто с головой, он собирает эту информацию, не тратит денег, если их нету, на самом деле, ну, сейчас. Но для кого-то, я считаю, это будет хороший мотиватор. Ну, то есть из разряда, что позади уже стена и вот, ну, то есть у меня долг, надо что-то делать. Но это не касается меня, потому что меня не надо мотивировать. Я как бы сам мотивирующаяся система, то есть мне не надо вот этого. Просто делаю и все. Но есть люди, для которых это важно. То есть вот там собрать деньги, отдать, и они тогда начинают делать. Собственно, что для вас критерии успеха? Скажите, пожалуйста, как вот предприниматели могли бы оценить, то есть вот онлайн-бизнесе критерии успеха? Может быть, на перспективу, может быть, сейчас вы добились успеха. Могли бы так сказать? Ну, рентабельность прежде всего. Ну, то есть прибыль, рентабельность и стабильный доход у меня критерия успеха вот эти. По истечении этих двух лет рост происходит у школы или там есть спады, есть там стабильность? Нет, у нас стабильный рост. Стабильный рост. Слушайте, ну, это круто. И вот такой вопрос. Вы входите в группу пяти нулей или шести нулей по доходам? Шести нулей. Шесть нулей – это оборотка или чистая прибыль? Оборотка. Оборотка. Понятно. Как вы решили все-таки вот пойти учиться в акселератор и, соответственно, какие были там первые шаги именно вот уже с поддержкой акселератора? Я понимала, что, ну, достигла определенного уровня уже своими ресурсами. И дальше мне нужна новая информация, новый там, да, поток какой-то. Я вспомнила про них, позвонила и хотела коучинг сначала. Я хотела просто консультацию. Ну, они мне говорят, ну, такого не проводится. Вот у нас сейчас программа стартует. Ну, и я вообще недолго думаю пошла. Ну, здесь мне понравилось то, что это прицельно по нашей теме, да, онлайн. Если другие бизнес-школы, там, ну, бизнес разный, оффлайн, онлайн рассматриваются, то здесь именно с помощью, ну, точнее, благодаря акселератору, да, мы стали лучше проводить вебинары, лучше продавать на вебинарах, да, лучше проводить наши запуски. Мы перевели все это на ГЭТ-курс. Ну, вот сейчас как раз после Нового года. То есть это прямо такой большой шаг в плане качества, скажем так, того, что мы делаем. Я начала сразу изменять уже на первых вводных уроках. Вот я вводные уроки там смотрела, которые у них еще до программы. И мы сразу у себя докручивали там вебинары, докручивали. Уже только на старте мы уже сразу удвоили, благодаря там, например, тому, что тут по-другому стали на вебинарах продавать. Что нужно делать, это плюс-минус понятно. Чего не нужно делать, чтобы не падали вы в пропасть, скажем так, финансовую. Потому что мы все там, что нужно делать, что нужно делать. А чего не нужно делать, каких ошибок лучше не совершать. Получите бесплатную онлайн-консультацию прямо сейчас. Каких ошибок лучше? Ну, мне кажется, относиться к своим клиентам как к каким-то, ну, типа, дойным коровам, например. Ну, то есть, или как нечто какое-то обезличенное. Да, вот я тоже недавно слушала лекцию, которая мне очень отвлекается, где говорят, что такое слово «лью трафик». Ну, то есть, оно неправильное самому по себе. То есть, что такое «лью трафик»? Ну, некрасивое. Это, ну, то есть, это что-то, какая-то обезличенная масса, да, приходит на вебинар. То есть, вот я считаю, если такое отношение к клиентам, да, это ошибка будет. Потом, если тебе главное продать, это тоже, ну, сразу людям чувствуется, людьми, да, если ты не заинтересован в их результатах, в том, чтобы сделать качественно, помочь, да. Бывают ли у вас какие-то возражения от ваших, от вашей аудитории? Да, возражения, это все генетика. Генетика? Основное возражение. Во всем виноват гена. Во всем виноваты гены. То есть, вы хотите сказать, что весь негатив от людей-то только генетический? Нет, это, вот они смотрят на Лену и говорят, это все генетика. А-а-а, все, понятно. А второе возражение, какой ужасный голос. У нас просто у эксперта, у нее такой голос, ну, специфический. То есть, например, мы там проводили по питанию тренинг, да, и она все время говорила во всех видео, взвешивай, птичка, взвешивай. И я сама понимаю, что я подхожу, и у меня эти слова взвешивай, взвешивай, птичка, взвешивай. Все говорят, это генетика. Так это генетика или нет? Или можно там выглядеть хорошо, молодо, красиво, бодро, вне зависимости от генетики? Ну, вот Лена всем своим существованием доказывает, что это эпигенетика. Эпигенетика, это сейчас новое направление медицины, оно над генетикой. То есть, вот эти слова, типа, ну, это генетика, ничего не сделаешь, это уже не так, потому что большое количество факторов влияет на конечный результат, не только ген. И вообще результат этот, вот, ну, внешний, да, внешний, внутренний, это результат именно реабилитационных мероприятий, которые она проводит всю жизнь себе для того, чтобы, ну, жить, собственно говоря. Вы рекомендуете своим слушателям проходить, если вы что-то заговорили про генетику, или это рабочая тема, это важно сейчас делать, если вы хотите знать о своем здоровье или нет? Вот такой вот вопрос. Ну, это у нас, скажем так, следующий шаг, наверное, нашей школы. О, сейчас к этому подберем сюда. Давайте, рассказывайте. Ну, потому что у нас есть в планах, ну, этот осветить вопрос и провести какую-то консультативную, разъяснительную работу на эту тему, но это будет следующий шаг в будущее. Вообще это не шарлатанство, это носит с собой какую-то почву, то есть вот эти вот тесты. Ну, тут, как всегда, важен, кто оценивает вам тесты. Кто оценивает. Это очень важно, потому что... У специалисты есть на территории Российской Федерации, которым можно довериться. Как их узнать? Обратиться к вам, конечно. Пожалуйста. Мы порекомендуем, да. Раскроем, может быть, несколько, там, каких-то секретов, да, о том, как все-таки за 60 минут в день, да, можно, там, качественно повысить уровень своей жизни. Что нужно делать, какие-то шаги предпринимать. У нас для этого вот существует куча бесплатных школ, правда. Есть школа по базовому курсу, где у нас прямо расписано утро, обед, вечер. Есть школа, называется физика тела, где мы учим у себя определять перекосы различные, да, как они влияют на внешность, на вот внутреннее состояние. И по каждому отделу мы даем упражнения. Это бесплатно все. Следующая школа, есть самодиагностики. Это уже касается, ну, таких более серьезных проблем со сторонами и какие-то предпринять шаги. Я не знаю, как вам сейчас в двух словах рассказать, просто могу сказать, ну, давайте я вам дам ссылки, подписывайтесь на эти школы. Правда, это все бесплатно, и вы можете последовательно пройти и понять, вот, что надо делать. Конечно, здесь комплексный подход. Движение, питание, и вот дополнительно мы всегда за, ну, нутритивную поддержку, да. В прошлом врач-терапевт. Как врач-терапевт, вы понимаете, да, что у людей могут быть там противопоказания. Вы вот как-то консультируете своих участников? Тут практически нету противопоказаний, потому что она именно реабилитационная, она показана при любых состояниях. А вот по питанию мы специально сейчас ввели такую вводную длинную-длинную неделю, где у нас люди оценивали по разным тестам состояние своего здоровья, да, там выставляли себе баллы. То есть мы в общем выявляем, ну, таких людей, которым надо особо пристальное внимание и корректируем. А есть ли мужчины на ваших курсах? Ну, у нас мужчины, они идут вслед за женщинами. То есть, конечно, двигатели прогресса – это женщины. Ну, притом я не сказала, что в основном у нас целевая аудитория – это 45-60, это основная масса. Но есть и молодые, конечно, есть от 35-30 лет, есть и более старшие. Как вы формировали, ну, выявляли свою аудиторию, она сама как-то поднабралась? Понимаете, вот много разных программ касательно красоты, здоровья, но мало ведут их возрастные женщины. И поэтому женщина, которая уже в возрасте, она будет доверять тому тренеру, который… Ну, с кем она себя ассоциирует. Да, сразу мысль такая, ну вот, она же молодая, у нее, конечно, все там быстро получается, а у меня не получится. А когда они видят Лену, которая 61 год. 61 год. То есть, вот мы сейчас на сайт заходили, ей 61 год. Да, вы дожди, пауза. Я кусочек с этого места уложу. Я просто хочу сказать, у меня одноклассницы хуже выглядят. Какие перспективы у вас? Какие планы наметили себе в этом году, в 2019-м? У нас уже просят очень давно сделать субтитры на английском языке, нам надо это реализовать в этом году. На английском? То есть, выходить на… Субтитры просят на английском языке, да. Хотя бы перевод на английский язык. Это прекрасно. Сколько людей уже прошли обучение? Я думаю, тысяч пять точно. Тысяч пять. Это солидная сумма. У нас восемь. Не тысяч. Мы просто сделали на коленке свой первый курс. Так что мы вас догоним скоро. Подождите, подождите. Не сомневаюсь. Из чего формируется цена? А, ну я думаю, первое, это на что надо обращать внимание, это ниша, да. Если это ниша, которая по зарабатыванию денег, то это, соответственно, ты вкладываешь, ты получаешь после нее, а не априори дороже стоят. Мы смотрим, ну что у наших конкурентов, да. Но мы ставим не дешевле цены, мы ставим дороже. Здесь, ну как-то это примерно типа как спортзал. То есть, мы вот примерно на это ориентируемся и вот так делаем. Есть какие-то еще секреты, помимо вот там физической нагрузки, да, вне… Ну, питание, я вот… Вне дома, да, питание вот… Питание – это сложная тема. 80% успеха, наверное. Ну, комплекс, знаете, вот, то есть, комплекс, конечно. Ну, одно без другого не будет работать. Ну, вот смотрите, как переключиться, чем заменять. У всех 24 часа в сутках, да, то есть, мы понимаем то, что даже там 5 минут иногда порой сложно излечь. Ты сидишь, занимаешься какими-то привычными рутинными делами и мозг переключить свой. Вот сейчас мне надо встать, очень тяжело, да. Как переключиться, как себе выработать вот эту вот легкую какую-то… Ну, я понимаю, да. Рубильничек. Я, знаете, вот я могу по себе сказать, что я, если утром не сделаю, то я уже днем не… Ну, то есть, я днем могу там, если в метро, если там, ну, вот какая-то пауза, да, у меня. Я делаю, то есть, метро у меня прям якорь, я уже такая, так, я никогда не сажусь в метро, я всегда стою. Но я хочу сказать, что не обязательно в течение дня, вот, там, если нету возможности, там, все, я пошел делать, вот хоть что. Можно хотя бы утром и вечером, хотя бы 2 раза в день. А вот с питанием переключиться, любишь ты снять? Питание – это очень сложная тема, и на самом деле, вот упражнение – это вообще, ну, то есть, просто, просто детский сад, я бы сказала, потому что начинаешь шевелить хотя бы одним пальцем, уже, ну, человек получает результаты, он станет лучше себя чувствует, да. Да, питание – это очень сложная тема, сложная, потому что организм до последнего цепляется за вот эти привычки, которые, ну, то есть, питание… Я так сладкое люблю, не знаю. За хлебушек. Я просто… Нет, ну, смотрите, питание, да, это вот, знаете, как бы ты отвоевываешь каждый сантиметр, ну, то есть, когда ты начинаешь выстраивать питание, ты борешься со своим разумом за каждый сантиметр, ну, за каждый там… За каждую конфетку, я бы сказала. Да, за каждую конфетку. Еще важно окружение, то, что вокруг тебя, тем более ты там 45-60 лет, да, то есть, у тебя уже сформировавшееся окружение, и там… Они еще зудят, чтобы кайфигня, да. Да, они еще зудят, что кайфигня, да. Да, они еще зудят, муж такой, ну, Ильинич, ну, что ты ерундой, ты херней страдаешь, там, да, иди мне устал у белорусского паре, что… У тебя хорошо получается. Так его говорить был уже нет. Ну, кстати, мужчины, вот вы спросили про мужчин, они вот женщины начинают, и мужчины, мы их называем «мужины в кустах себя», но они… Мужины тоже делают, да, то есть, есть у нас много пар таких, которые делают вместе, которые питаются вместе… Ну, вместе проще, вместе веселее. Да, потому что мужчине все равно, что есть, но главное, чтобы было, да, чтобы… Нет, у меня, смотрите, какое видение питания, да, питание, чтобы менять и правильно питаться, это все-таки, ну, дорогострой, дорогостоящий процесс. Не кажется ли… Нет, ну, вот по той системе, на которой мы, здесь мы не даем жестких каких-то, ну, рамок, типа, распис… Ну, то есть, там, не расписание, точнее, а перечень продуктов, перечень блюд, что у тебя утром вот этот рецепт, в обед, этот… То есть, мы учим находить еду из имеющихся в настоящий момент времени. Здесь не важен ваш доход, вы все равно это сможете, ну, себе найти, да, приготовить. То есть, доход здесь вообще не имеет никакого отношения. Ну, то есть, я с утра поел яичницу, это нормально, да? Ну, лучше сварить яйца, будет полезнее. Вот, да, все. Нет, там, ну, отдельная тема, там, завтрак. Ну, то есть, это просто отдельная тема, на самом деле, но она доступна любому человеку. Ну, и давайте выведем какие-то топ-3 инсайты, которые вы получили в школе «Акселератор». Я постоянно думаю, как продать больше, дольше, ну, там и так далее, чаще. То есть, я, ну, вот на это настроена. И основные, наверное, инсайты – это я думаю, ну, подскажите мне какую-нибудь идею, как бы, как бы, как бы, начинаю там смотреть какие-то там записи, еще там что-то. И вот мне приходит идея, как в этот раз мне провести запуск. Первое. Второе – это, ну, вот, благодаря «Акселератору» вот эти, конечно, знакомства, нетворкинг, вот это очень хорошо. То, про продающие вебинары. Вот мы никогда не уделяли этому такое большое значение, но это реально хороший инструмент, который позволил нам, позволяет нам больше придавать. Спасибо вам за положительную энергетику, за ценную информацию. Мы вот, прям сейчас была загадочная история Бенджамина Баттона, мы помолодели с ним. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и лайки. Приятно было познакомиться. Да, взаимно. Спасибо, спасибо. Но у нас сейчас постскриптум, о котором расскажет ты, я. Да, у нас есть хорошая традиция, уже сложившаяся, дарить нашим подписчикам, тем, кто смотрит этот выпуск, некий бонус, да, от вашей школы. В основном это скидка на обучение и прохождение ваших курсов. Ну, давайте у нас стандартная, ну, часто скидка 10%, можем 15%. Давайте 15% сделаем. В течение месяца по промокоду РУТИНА у вас будет скидка 15% на онлайн-курсы. Друзья, как прививать себе рутины полезные. Так что дерзайте, мы вас ждем.